16-летняя российская фигуристка, победительница финала Гран-при России в 2023 году. Аделия Петросян рассказала о начале своего пути в фигурном катании. Я сама в два года попросила меня поставить на коньки. Это было слишком рано, поэтому мы подождали еще пару годиков, и когда мама поняла, что я все-таки хочу встать на коньки, меня поставили. Потом пошло-поехало. Если я не ошибаюсь, то как-то раз увидела передачу «Ледниковый период». Взрослые выступали, мне прямо понравилось, как они катались, делали поддержки. И мне тоже захотелось попробовать. Если говорить о результатах, я благодарна моим тренерам, которые мне помогали. И, конечно, моей маме, которая присутствует каждый день на льду и помогает мне бороться со всеми неудачами и провалами. Как я только себя не настраиваю, когда я выхожу на лед. Я и слушаю музыку, и могу, наоборот, слишком много разговаривать, потому что адреналинит сильно и хочется очень много разговаривать. Люблю посмотреть на трибуны, сколько людей сидит. Меня это поддерживает, сколько народу на трибунах, и нравится, когда много людей сидит. На розыгрыше Кубка России в марте 2021 года Аделия Петросян представила произвольную программу под композицию Ара Геворкяна «Арцах». Юная спортсменка близко к сердцу переживает трагедию «Арцаха» и посвятила свою программу в поддержку армянского народа. По папиной линии я армянка. Недавно Армения проиграла войну Азербайджану и отдала Арцах. Он перешел к Азербайджану. «Мне очень важно, когда я катаю программу, подбодрить мой народ, кровь которого течет в моих жилах, и чтобы Арцах вернули Армения. Сама я в Арцахе, к сожалению, не была, но хочу на льду одержать победу в честь своей страны», — заявила Аделия. Сама я в Арцахе, к сожалению, не была. Сама я в Арцахе, к сожалению, не была. Сама я в Арцахе, к сожалению, не была. Аделия Петрося. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.